Бортван, всем салют! Нам сегодня исполняется 4 года И мы для вас подготовили новый формат Новое шоу, новую передачу Которая называется «На выезд за Спартак» «На выезд за Спартак» Это передача для интеллектуалов Для тех, кто знает историю Спартака Для тех, кто знает историю фанатов Спартака У нас будет 5 раундов 4 из которых это вопросы Это текстовые вопросы, видео, фото вопросы и блиц Плюс у нас есть еще вопрос От нашего гостя Рубрика называется «Золотой мой Спартак Москва» И там будет игрок Спартака Который в прежние годы прославлял наш великий клуб И приносил ему золотые медали Цель этого шоу и конкретно первого выпуска Отправить нашего победителя Победителя этого конкурса на выезд Первый выезд у нас Тула С нас поездка на автобусе Фратри С нас подарки от магазина Фратри И с нас достойные проводы И достойная поляна в городе Тула Для победителя Ну что, братва, на выезды в Спартак Первый выпуск Город Тула Погнали! Ну что, друзья, первый раунд называется «Разогрев тамбур» И наши гости это Костя Костя, здорово! Женя, Кексин, Женек Многие его знают, Женек и Валерий Шмар Друзья, объясняю для вас, для наших участников и для наших зрителей Первый раунд состоит из пяти вопросов Вопросы будут в формате видео Значит, мы вам показываем видео Вы должны по нему угадать Ты можешь не смеяться Что там было? Первый вопрос Сразу вам задаю вопрос По первому вопросу В каком году и где это происходило? Готовы? За первый блок вы получаете за каждый правильный ответ по одному баллу Погнали Останавливаемся, я сказал Я первый? Надеюсь Давай Питер 2000 Согласен Пойдет обратный отчет Пускай будет 9 Все правильно? Второй вопрос у нас В каком году и в каком городе фанаты Спартака осуждали за пиротехнику И самое главное, из-за чего? Подумал, что про эту историю Это Казань Это Казань Это Фусенко, Гондон Нет, мимо Из-за чего осуждали Спартак? Потому что они жгут пиротехнику Это Казань, ты прав. Давай, у тебя сейчас еще одна попытка. Костя, есть время подумать. Из-за чего осуждали Спартака? Да. Есть вариант. За то, что заглушили гимн Татарстана. Верно. Верно. И какой-то был год. Тут уже интереснее. Давайте вспоминаем выезда, друзья. Одно из, наверное, лучших пирошоу Франца Спартака на выезде. И это была Казань. Все правильно. Это было из-за того, что играл гимн Татарстана. Гимн Татарстана. Гимн Татарстана. Одиннадцатый. Правильно. Что будем делать? Женя на первые. По одному баллу, да, берем? По одному баллу зарабатываете, Костя и Женя. Самое первое Казань. Валерий, как думаете? Согласен? Согласен, да. По одному баллу, да. Первые два этапа вы прошли довольно хорошо. Третий вопрос. В каком году произошло это событие, которое сейчас вы увидите на своих экранах? Ярославль, 2000, опять вот тяжело, да, я был там. Тринадцатый. Верно, верно. Костя, 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 пока Женя. Стараюсь, стараюсь. Говорил, ты говорил, ты сидишь и шепчешь на себя. Я бы вы позвали. Давайте посмотрим видео и покажем, что же там произошло. Водометики, пожалуйста. Это, да, помимо пиротехники, которая там была, я как раз так же делал вот это вот событие, когда все наши водички промерзли. Конец октября у нас уготовили. Да, да, да. Ярославль, 2013, все правильно, был на этом выезде. Был на этом выезде, я был. Поэтому Женя не угадал. Помню такую тему, что когда возвращались обратно, доблестные сотрудники полиции остановили автобусы и смотрели, кто был в мокрой одежде тех. Да, ходила такая легенда, то есть, как бы сам не участвовал, но... Где и вязали, да, соответственно? Ну да, то есть вязали, расспрашивали как минимум, а там уже дальше, на усмотрение властей. Ну что, поздравляем Константина. Ну что, парни, четвертый вопрос. В каком году спели массово эту песню? Смотрим. Двенадцатый год, Казань. Тринадцатый, что ли? Так, моя уже, Казань, четырнадцатый. Женя. Ну что, мы сейчас проявили, у них пятнадцатый. Ну да, мы уже ошибли. Ну, вы как бы понимали, о чем идет речь? Ну понятно, что это легендарное видео, конечно. В Ютубе там просмотров миллионы. Видео, кстати, находится на канале Фрадрия, поэтому вы можете перейти по ссылке в описании снизу. И перейти на это видео еще раз, его посмотреть и поностальгировать как минимум. Так, ну что, братва, пятый вопрос. Пятый вопрос и заключительный в первом раунде. Погнали? Погнали. Из-за чего трибуна, гостевая трибуна наших фанатов так отреагировала? В спартаковском секторе уже полыхает настоящий костюм. Брянск. Брянский протест против политики Федуна, насколько я помню. Восьмой год, дзюба-дубль. А вот, простите, пожалуйста, за эту фамилию. Не совсем точный ответ. Шавло. По поводу Шавло. Вот что-то связанное с Шавло, с увольнением Федотова. В целом, в целом был заряд руководства ВОН. Были недовольны Шавло, были недовольны Черчесовым, были недовольны Федуном. И выезд в Брянск. Кто был? Пишите в комментариях, ты был на этом выезде? На этом не был, но запомнил хорошо, конечно, это костер. Ну что, братва, первый раунд завершен. 4-2 ведет Костя, и мы переходим к второму раунду. Похлопаем руку. Ну что, у нас второй раунд. Он называется «Мы в такие шагали далее». Вопросы про выезда, вопросы про фанатов. По два балла мы даем за каждый правильный ответ. Первый вопрос. Это просто будет фотка. Вам надо назвать год соперника и турнир. Это что-то южное такое. Это что-то европейское. Европейский выезд. Европейский выезд, это верно. Не наш стадион, 100%. Давай, может быть, по... По иностранному написано, конечно. По иностранному. Ну вот кейтеринг-сервис, может быть, где-то. На Урале нет кейтеринг-сервиса у вас? Не дошел еще? Дай подсказку. Подсказка, смотри, ну вот есть как бы более современные баннеры. То есть, как бы, баннеры тех же организаций, которые мы привыкли видеть. Но они... Это новые баннеры. То есть, это не так давно был выезд. Выезд немногочисленный. Может быть, это Тун? Продолжай. Тун. Тун. Соответственно, 19-й год. И... Турнир? Турнир называется. Лига Европы. И... И... 3-2 победа. 3-2 победа. А кто забил главный банкет? Забил Бакаев и забил... Банкет везде. А кто не забил пенальти? Он не забил пенальти... Андре... Шурли. Окей. Так, два балла Костяну. И у нас второе. Я знаю, зачем ты позвал меня. Второй вопрос будет. Чтоб меня позорить перед всеми. Дальше будет нормально, Жень, давай. Это Москва. Веселочек, веселочек. Вопрос, да, вы пока подумайте, я вопрос задам. С клубами из этой страны Спартак встречался 15 раз и имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей. Плюс 5. С клубами из этой страны, подсказываю. На выезде сыграли в ничью, а вот дома проиграли 2-4 и не смогли попасть в следующую стадию турнира. Швеция? В Варшаву. Назвать соперника и страну. Ну, Швеция? Может быть, ты путаешь с какой-то другой страной? Ну, со Швейцарией? Может быть, Швейцария, да. Можно быть. Давай тогда соперник нам. Швейцарский соперник. Со швейцарскими, в принципе, играем неплохо. Ну, давай дальше Женьте полугодной страны. Дома проиграть? А, это же великий Сангален. По два балла. По два балла, да. Справедливо, да, пацаны? По два балла. Да, справедливо было. Сангален, да, молодежь, учите, что такое Сангален. Вопрос. На фото замазаны два одинаковых баннера. Что нарисовано на баннерах? Перечеркнутая восьмерка. И что это за матч? Перечеркнутая восьмерка, выезд в... Мы прощаемся с Евгением. Уже тяжелее тяжелее. Я пойду уже, что закажу. Я помню. Это перечеркнутые восьмерки. Это правильный ответ. Давай рассудим, когда эти перечеркнутые восьмерки были. Ну, соответственно, когда номер восемь немножко накосячивал. И какой-то год, может быть. Это было не так давно, соответственно. В 2018 году. А в 2018 году Спартак играл где? Подсказываю, что это европейский тоже выезд. И чемпионов это было? Да нет, нет. Это Лига Европы. Ну, Лига Чемпионов в 2018 году Спартак, к сожалению, не играл. Это Лига Европы, и выставили Реалов. Ееее! Два балла припиши там. Костян, это было сильно. На фото замазана эмблема соперника. И это... Галы и Спартака замазаны. Паук вели 2-0, проиграли 3-2. Квинти Промис не забитый пенальти. Вопрос теперь. Я, короче, пока к сказке пообщаюсь, как привет. Слушай, мне в хвост и длину. Ты как раз поругался, да? Уже помирился. Вопрос. Потому что ответы были не все, которые нужны. Вопрос. Нужно назвать соперника. Нужно назвать итоговый счет. И нужно назвать авторов голов Спартака. За это все получили 2 балла. Паук. Проиграли 3-2. Ввели 2-0. Промис в пенальти действительно не забил. Так бы могло быть 3-3. И дома бы 0-0 нам дали позволить пройти дальше. Надо вспомнить, кто в том матче забил. Давай подсказку. Не могу сказать, кто удалился в домашнем матче. В ответ. Дай подсказку. В-четвертых, одну фамилию ты только что назвал. Ну, видимо, забил Квин. Си. Про. Блес. И после играл в России в другом клубе. Это значит, что я должен говорить. Что ты попов. Тебе пол-полбала дадим. Давай дадим бал ему. Он его не спасет, но мы ему его дадим. Спартак вернулся в Лигу Чемпионов спустя 5 лет. Но скромную команду обыграть не смог. Ни на выезде, ни дома. Назвать соперника и год. Тогда не Жилина. Не Жилина? Там-то обыграли. И дома, и в гостях. А здесь не обыграли ни дома, ни в гостях. Команда скромная. Прага, нет, не Прага. Студенчик, да. Начнем сначала. Спартак вернулся в Лигу Чемпионов спустя 5 лет. То есть он долгий промежуток времени не играл. Сыграл в Лиге Чемпионов. Морибор. Морибор 1 на 1 в гостях. И по одному дома. На 90-й дома пустили до сих пор. Больно вспоминать. Езжай в Тулу. Отсюда. Ну подожди, у вас еще есть... Да, но там же будут раунды с большим количеством. Именно с номера, где я был на стадионе. На выезде там? Не, не, не. С Морибором дома. Друзья, ну что, завершился второй раунд, который назывался Мы в такие шагали далее. Костян просто разорвал этот второй раунд. Унижение продолжается. И унижение продолжается. Как скажет Евгений, общий счет у нас сейчас 14-5. Отрыв 9 очков. Но подскажем сразу, его можно будет отыграть позже. Поэтому третий раунд и вместо меня появляется лысый человек. Помимо меня. Друзья мои хорошие. Два раунда позади. Ты не больше не двух. Я тебя удалил из инстаграма. Кстати, не забывайте подписываться на наш инстаграм, на наш ютуб канал. Ну и на ребят также мы оставим ссылки. Валерий, вы где-то есть в интернете? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Валерия, значит, надо просто знать. Валерий есть в ютубе. Гол Киво Скородинамо. Можно найти. Нам об этом только мечтать, да. А вот Валерий говорит, нигде его нет. Вы обманываете меня, Валерия. Есть его. Есть в ютубе. И ваш прекрасный гол Киво Скородинамо. Друзья, мы продолжаем третий раунд. Называется он «Золотой мой Спартак Москва». С нами, как мы уже говорили, Валерий Шмаров. Ваша задача на этом раунде. Ну, вы ее прекрасно знаете. Давайте немножко разбавим эту напряженную атмосферу. Ребята не понимают вообще, надо ли ему выигрывать, не надо. Ехать ли в Тулу, да, Костя? А Женя вообще... Надо ехать обязательно. Думают, зачем я приехал. Конечно, надо ехать в Тулу. Валерий, может быть, есть какие-то у вас интересные истории, какая-то либо история, связанные с тем временем, когда выиграли в «Спартаке» на выездах, на сборах. Что-то вот интересное осталось. Какая-то интересная. Ну, из вас, наверное, никто не жил в СССР, да? Почему? Жил, просить. Родились, ну да. Ну, смутно помните это времена, да. Конечно, был железный занавес. Тяжело все это было. Особенно, когда мы выезжали за границу с командой. Вот, с нами ездили КГБшники. Вот, короче, из гостиницы не выйти. Охраняли нас, как положено, все. Второй тренер, Сергей Новиков, нас тоже, как говорится, пас. Поэтому... Вообще не было, что ли? Никакого не было. Даже в баре нельзя было посидеть, кофе попить. Тренировки и... Да, и номер, да. Нет, а еще завтрак, обед, ужин. Как положено, как положено. Как положено, да, да. Вот, поэтому рассказывать-то особо нечего. Нет, но вы как-то пытались выяснить, почему там? Просто, ребята. Вам не этого не понять. Не понять. Была страна совсем другая. Нравы были другие совсем, не то, что сейчас. Извлечений у нас тоже никаких не было. Поэтому вы всех обыграли. Были сконцентрированы именно на игре. Поэтому мы и могли любого обыграть и любому проиграть. Но это игра, понятно, да? Но то, что мы бились и старались, и в наш адрес нельзя было, как говорится, камень бросить. То, что мы не хотели. Сейчас, как вы думаете, сильно ли отвлекает футболистов и нужен ли какой-то режим во время чемпионата? Потому что мы можем часто встретить футболистов среди недели в ресторанах. Боже, конечно. Нужно ли это сейчас? Например, не обязательно всем, нашему спартаку. Или уже сейчас ничего не поменяешь, только хуже сделаешь? Ну, воспитание совсем другое. У нас-то советское было воспитание. А сейчас ребята более раскрепощены, больше соблазнов, конечно, есть. И надо соизмерять это все, как говорится, чтобы все было в меру. Можно себе там что-то позволить. Все мы люди, все живые, правильно? Вот. И поэтому, как говорится, жизнь проходит футбольная быстро. И хочется ребятам просто пожелать, чтобы они все-таки больше времени футболу уделяли и своей игре радовали нас, ветеранов, вас, болельщиков, своей игрой и, конечно, победами. Особенно в последних двух матчах. Очень приятно было, чтобы мы выиграли. Как вам вообще сейчас «Спартак» после перерыва в этих двух матчах? Что-то уже можно делать? Небольшие хотя бы выводы? Или пока все это рано? Конечно, рано, я считаю. Особой игры-то нету. Но видно страсть, желание ребят, с которыми они вот эти две игры играли, этого давно уже я не видел. Поэтому и результат приходит. И болельщики, я думаю, сейчас будут ходить вообще. Вот совсем недавно были пустые места на трибунах. Но после этих двух побед, я думаю, что с Краснодаром будет полный стадион. И если с Краснодаром пройдем удачно, то я думаю, что стадион будет заполняться всегда. И за этот вопрос, ребята, вы получаете три балла. Женя. Давай так, он заправил три, а если я вчера, то пять. Давай. Ну вот так переиграем. Я не против. Просто не против? Вася, ты не против? Я не против. Я не против, потому что вопрос будет тяжелейший для них. Вот поэтому... Вопрос от Валерий Жукова. Валерий, поехали. Ребят, за какую команду, играя я, не забил пенальти Ренату Досаеву в официальной игре? Время пошло. Можно бы рассуждать. Да, может быть уже время, может даже не идти. Ну и у нас подсказки. Я знаю, что вы родом из Воронежа. Совершенно верно. Поэтому вот это будет очевидно. Нет. Спрашивай, набрасывай. Набрасывай, Женя. Валерия что-нибудь спрашивай. С какой стороны будут глухи? Россия. Советский Союз, то есть. Успоминайте. Это было после карьеры за Спартак? Ну, это сразу подсказка будет. Да. Не будет там. Прибалтика была? Не будет подсказки? Не будет, не будет. Это слишком очевидно. Да. Да. Ну, не факел. Сказали, российская команда. Советская команда. Советская команда. Советская команда. Советская команда. Ты бы не прибал, не прибалтика была. Тут он просто звать с кого, Валентинович играл до Спартака. Думаете? Да, надо знать. Это мы играем, когда наши листочки. Знаешь, если игра, когда листочек клеит, я живой существоверный живой. Нет, нет, я уже не живой. Ну, можешь задать свой вопрос, Валерий. Может, задать свой вопрос, Валерий? Хорошо, просто масос вступали нет. Динамо, мускво. Ну, у меня есть такое ощущение, что это те буквы, которые нельзя называются. Сейчас появится. Вон, ты можешь. Вон, ты можешь. Да, да, да. Да, да. Надо назвать слух. Валерий просто придется. 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 Хотя бы год, когда это было. Восемьдесят пятый год. Восемьдесят пятый год. Валерий, играя за... Тут типа обрывается видос. Канал сбивает. Знали ли вы это вообще? Нет. Я, честно говоря, стыдно, что история родного клуба... А вы, наши зрители, знали ли, что Валерий Шмаров играл не только в «Спартаке»? И кто знает, напишите в комментариях, где еще играл Валерий Шмаров, как сказал Василий, или кто-то из ребят, кто спрашивал про страну. Я. Вот для Жени, пожалуйста, напишите в комментариях, в каких еще клубах играл Валерий нероссийский. Друзья, ну что третий раунд закончился. Спасибо Сергею, который его провел. Счет 17-5, Костя ведет, и Евгению в пару пришел вот этот вот лысый, умный, бородатый, красно-белый человек. Я понял, что лысые рулят, мы старались, поэтому я думаю, что мы сейчас мы играем. В общем, парни, четвертый раунд, по четыре балла можно в нем за каждый правильный ответ получить. Соответственно, Евгений, математика твое или как? Максимально, сколько ты можешь баллов получить в четвертом раунде? Пять вопросов. Пять вопросов за каждый по четыре. Два вопросов. То есть, если ты сейчас на все ответишь правильно, то ты выйдешь вперед. Понимаешь, о чем речь? Выйдешь в стул. Мы понимаем. Четвертый раунд называется «На диван в красном». Это для тех, кто рубится по статистике, кто знает какие-то исторические факты и данные про «Спартак». Женек, давай, знаешь, начнем. В каком году «Спартак» был основан? Это вне конкурса, для тебя. Да-да, балл накинем. Два сторон. Два сторон. Накинем два балла. Точнее, век. Я слушаю, я уже не знаю. Ладно, было 17-5, делали 17-6. Вот это вот небольшое разогрев. Это минусы одни только. Итак, четвертый раунд начинается. У нас уже три участника и один гость. Все по-прежнему. Команда Евгения Кексина против команды Кости. Первый вопрос. Две команды, с которыми «Спартак» чаще всего встречался в Еврокубках. Вариант А – «Спарта» и «Арсенал». Вариант Б – «Реал» и «Бавария». Вариант С – «Базель» и «Марсель». Вариант Д – «Ливерпуль» и «Интер». Можно отвечать? Можно уточнить, это за российскую историю или за историю клуба вообще? Это за российско-советскую историю. «Реал» и «Бавария». Евгений, ваш ответ? «Реал» и «Бавария». Пожалуйста, посмотрим, что у нас здесь. Так, «Реал» и «Бавария». Женя 4 балла заработал. И у нас… Давай в прямом эфире прям. Счет 17-10. Я что-то говорю, не ожидал. Я думаю, другой вариант. От Жени никто не ожидал, чтобы он сейчас ответит правильно. Женя сам не ожидал. По восемь раз с «Реалом» и «Баварией» встречались в «Спартаке»? Мне по ощущениям, как я вот посмотрел, с кем больше. Вот я раз видел… И «Реал» обыгрывали. «Реал» обыгрывал. Валерий Шмаров обыгрывал «Реал». Я поставил бы на «Спарту Арсенал». У меня был сейчас вариант «Спарту Арсенал». Тебе, может быть, надо было сначала с четвертого раунда начать? Да, чтобы я разобрался. Чтобы я поверил себя. Второй вопрос. В розыгрыше по-прежнему 4 балла. Вопрос интересный сразу. Интересный вопрос. С лучшими бомбардирами чемпионата России становились три игрока. «Велетон», «Квинси Промис» и третий игрок с русским паспортом. Кто поднял руку раньше? Ну, он, да. Кто? Костя Огостин. Костя. Андрей Тихонов, 2009 год. Валерий Шмаров. Весчастных? Нет. Ну, быстрее отвечай. Это я знаю! Ага, значит, Валерий Шмаров. Нет, да. Валерий Шмаров, к сожалению, тоже не становился. Может быть, тогда твой правильный ответ? Андрей Тихонов, 2009 год. Сколько забил? 19 голов. А кто-то больше забивал? Там уже был Димитрадзе из Алании проклятый. Точно, да. Виноват. Лучший бомбардир чемпионата России. Виноват. Кто-то больше забивал? Кто-нибудь, может быть, скажет Роман Павлюченко? Вы же все назвали. Ну, это уже... Чья очередь? Пускай Валерий Валентинович скажет Роман Павлюченко. Парни, давайте так. Сделаем по совести. Валерий Валентинович стал лучшим бомбардиром в 90-м году. Это был чемпионат СССР. Все верно. Парни, в то время, когда играл Бесчастных, в роторе пылил Олег Веретенников. И он забивал... Веретенников, я помню, да. Бес забивал много, но Веретенников забивал больше. Тихонов тоже забивал много, но, как ты правильно сказал... Вот. Что с вами делать? И тогда я прям очень переживал за эти вот голы. То, что мы стали чемпионом, это уже было вторым вопросом. Сам ответил на дополнительный вопрос. Тише, немножко не дает. Ладно, парни, тогда за Романа Павлюченко никто ничего не получит. Лучшим бомбардиром Рома становился в 2006-2007 году. Каждый раз забивая порядка 15 мячей, что-то такое. Сейчас мы выведем на экран. Еще Юра Мавсисян был такой игрок. Самый лучший из армян. Слышали про такого? Самый лучший из армян, это Никита Симонин, конечно. Безусловно. Но он в СССР отец. В общем, никому балл не начисляем. Счет по-прежнему 17-10. Ну, 4 балла мы отдадим Валерию. Итак, внимание, третий вопрос. В 2012 году Спартак играл в гостях против Барселоны. К 70-й минуте Спартак ввел 2-1. Первый мяч Дани Алвес забил в свои ворота. А вот второй мяч забил и первым руку поднял, как мне подсказывает мой помощник Сергей, Евгений Кексин. Ромула забил. Ромула? А я расскажу комбинацию. Магиде отдал направо на руку. Там капельня у меня в голове она. И он катнул на Вальдесу. Она у всех в голове. В Барселоне? Да. Это было очень здорово. Ну что, у нас 17-14. Что за Костя поплыл? Да я просто не успел. А мы вот сходили в туалет, пописали и поговорили. Руку, руку подняли. Пообщались, там на бирокардер друг кинули. Ну что, у нас следующий вопрос. 17-14 сейчас. Решающий вопрос получается. За 4 болота. А у нас уже их два еще. А, еще два. У нас еще два, да. С командами из какой страны Спартак чаще всего играл в Еврокубках? Вариант А. Испания. Б. Германия. С. Франция. Б. Италия. Я отвечу Франция. А я Испания. А трибуны-то гудят. Потому что Испания это правильно. Это через тернии к звездам. Пожалуйста, напишите тут на латыни. Не, Спартак очень неудачно играл с французами. С французами неудачно. 32 матча и 10 разных команд из Испании. И это на данный момент далеко. А с нерцами особенно. Не, с французами хуже всего было. С французами, знаешь, я вспоминаю Бордо. Бордо в Лиге Чемпионов было очень тяжело. И Марсель. Ваши номера. Марсель, к слову говоря, о Марселе. Давай, может быть, будут шансы. Решающий вопрос. Кто едет в Тулу? Кто? А Светлова это что? Но мы вспоминаем, что у Евгения есть дополнительный балл. Поэтому мы, если вдруг сейчас... В один балл Женя будет вести. А, кстати, разницы нет никакой. Ну да. Он уже ведет в один балл. У них, считай, сейчас ровный счет, грубо говоря. Да. Мы просто добавим к Константину балл за то, что он классный парень. За то, что он болеет за Спартак. И у нас ничьей не счет. Я старался, я старался. То есть, в принципе, они в ничье подошли к этому событию. Мы им накинули по баллам. Нам не жалко. Комбэк... Комбэк сумасшедший. Отвечают в закрытую. Если правильно, то там, в принципе, вопрос, который можно докрутить. Докрутить можно. Там есть варианты. Нюанс. Вопрос сложный. Сразу скажу, вопрос сложный. По-прежнему 4 балла за него даем. Но будет только один победитель. Очень круто, что у нас сейчас ничья. И так щелкаем далее. Так, подожди. Мы сейчас не сможем. Руку не поднимая, у вас в обоих будет вариант ответа. Я просто озвучу его. Что Спартак трижды играл в полуфиналах европейских турниров. Один раз в полуфинале Лиги Чемпионов. Один раз в полуфинале Кубка UEFA. И один раз в полуфинале Кубка Кубков. Кубка обладателей Кубков. Раньше был такой турнир. Команда, которая в своей стране выигрывала Кубок, играла в отдельном европейском турнире. Нужно назвать не соперников, а страны, которые эти соперники представляли. Смотрите. Первый вариант ответа. Франция, Италия, Бельгия. Второй вариант ответа. Испания, Англия, Швейцария. Третий вариант ответа. Англия, Голландия, Турция. И последний вариант ответа. Португалия, Чехия, Испания. Вам просто нужно написать букву. Букву ответа. А, Б, С или Д. Закройтесь. Итак. Важный момент. Финальный вопрос. Показывайте. Давайте мне ваши карточки. Этого стоило ожидать. А и А. А первым будет Спартак. Так, накидываем по 4 балла каждому. 22-22 счет. Смотрите. Франция это соперник и год. Давайте так. Франция это Марсель. Италия это Интер. Год, да. И Бельгия это Антверпен. Нам нужен год. А ты рассказывал какую я идею предлагал для проигравшего, нет? Чтобы мы поехали на вывести коней? Друзья, да. Действительно, Спартак играл в Лиге чемпионов. Вы что? Это слишком жестко, парни. Да, вывести коней. Еще и в Котске так скажите. Думайте, думайте. Да, Спартак играл. Или набить Лужикотскую татуху. Давайте, друзья, я сначала озвучу варианты ответа Евгения Гексина, который ответил 88-й. Ну, не знаю, каким бы причинам. 99-й и 72-й. 92-й там. 92-й. Это он так написал. 92-й, да? Да. Это бензин. Это бензин. 92-й ответил про Antwerpen. Давайте сначала правильный вариант ответов выведем на табло. Antwerpen 92-93, то есть это 93-й год. Оба ответили 92-й. То есть можно обоим зачитать, можно обоим не зачитать. Разницы нет. То есть турнир начался в 92-м, финал был в 93-м. А полуфинал? Ну и полуфинал тоже, да. Кубок UEFA с Интером. Финал был в 98-м году. 98-й год у нас ответил Костя. Женя написал сначала 98-й, а потом написал 99-й. Костя мы начисляем балл. 23-22. И Марсель у нас был. Я не стал делать подсказку, кто был в финале. И кто выиграл этот розыгрыш Лиги Чемпионов, выиграл Цервена Звезда. Это был 91-й год. Многие фанаты Звезды знают об этом. Женя написал 88-й. Костя написал 93-й. Оба ответили неправильно. Но у нас есть победитель. Не в обиду, Евгений. Сейчас не в обиду тебе. Шизить не будем. Но. Нет, парни. Помните? Давайте я вам сейчас вот расскажу так. Кто-то ведет. Кто-то сравнивает. И команда, которая вела, все равно вырывает победу. Буквально на днях. Спартак, ЦСКА, полуфинал Кубка. Сегодня. При беспределе судей. Сегодня. Сегодня. Беспредела судей не было. Надеюсь. Сегодня. Кто-то крупно повел. Ну, крупно. Просто оторвался. Вторая команда догнала. И все-таки команда, которая сначала шла впереди, выигрывает. 23-22. Упорная победа. Упорная победа. Мы благодарим всех наших сегодняшних участников. Мы благодарим Валерию Шмаровну, который к нам сегодня приехал. Спасибо. Здорово. Мы вручаем подарки от наших друзей из магазинов Ратри. Это сертификаты подарочные, которые вы можете использовать в магазине на Комсомольской. В общем, у нас... Подожди, Вась. У нас получается так, что победитель получает сертификат на сумму 3000 рублей. И у нас пятый раунд называется... Спасибо за сезон. Спасибо за сезон. Это подведение итогов. Костя получает сертификат на 3000 рублей и набор стикеров. О! Чтобы в Туле, как мы уже поняли, едешь в Тул. Также главный приз, ты отправляешься в Тулу на басе Фрадри. Парни, в эфире можно засветить свои стикеры? И вам подарочек. И вам подарочек. Евгению. Сертификат на сумму 2000 рублей и набор стикеров. Спасибо большое, парни, за игру. Спасибо, парни. Было реально интересно. Реально интересно. Валерий, спасибо большое за то, что вы пришли. Даже что-то новое узнали. Это реально интересно. Да, да. Про ЦСКА, конечно, не ожидал. Не ожидал. Спасибо за сезонный пятый раунд, подведение итогов и вручение наград. На выезды, Спартак, наш первый выпуск, в честь нашего дня рождения мы дарим его вам. Спасибо нашим гостям и участникам. Кто был? Василий, спасибо. Спасибо нам друг другу, спасибо. Спасибо нашему оператору. Вы можете найти его в инстаграм по ссылке в описании профиля. Спасибо папу Свинья и Роза. Свинья и Роза. Подожди. Нет, нет, нет. У меня есть переписка даже. Какая? Что Роза? Что Роза? Роза и Свинья. Наверное, разберемся после Розы. Кто будет Роза, а кто Свинья. Потому что мы остаемся здесь до вечера. Наверное, Свиньей буду я. Потому что я выпиваю сегодня. Я тебя подержу. Ты расскажи обязательный презент от бара Свинья и Розы. Которые любезно пошли на встречу. Многие уже знают об этом баре. Для всех красно-белых, кто болеет за Спартак. Болельщикам остальных клубов не надо обманывать. Кто приходит с Нью Розой, получает пинту по промокоду дневник фанатов. Друзья, если вам понравился этот выпуск, пишите в комментариях. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Как только мы увидим, что этот выпуск реально заходит, мы обязательно будем снимать вторую передачу. А как мы выберем участников, мы разберемся позже. Мы хотим, чтобы сейчас этот выпуск получил свой охват. Чтобы мы получили аудиторию, которая интересна. Максимальный охват. Какой охват получил выпуск после горы. Да даже если не такой охват, просто хотим для вас сделать что-то новое. Если это зайдет, мы обязательно выберем участников честными способами. И разыграем следующий выезд, например, в Казань. На последний выезд в сезон. В Казань, да. На выезд за Спартак можно гонять не только с нами, но и сами. Короче. До встречи на танцполе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...